Ми-5 искала советских шпионов в кинотеатрах. Крупную британскую сеть кинотеатров Адион подозревали в помощи советской разведки. Это стало известно из недавно рассекреченных документов, которые обнародовала британская служба контрразведки, более известная как Ми-5. В рассекреченном донесении говорится о том, что владелец сети кинотеатров Оскар Деич дважды пытался устроить в Адион своего родственника Арнольда Деича, тогда еще нераскрытого советского разведчика-нелегала. Арнольд Деич работал в Великобритании с 1934 по 1937, и за это время он сумел завербовать членов будущей кембриджской пятерки, среди которых был и Ким Филби, а также собрать существенное количество информации о состоянии королевских вооруженных сил. Подозрительные родственники Арнольда Деич, имея австрийский паспорт, приехал в Британию якобы для обучения психологии в университете Лондона, университетов Лондон. Он искал любые возможности, чтобы закрепиться в новой стране и получить, например, рабочую визу. Из рассекреченных донесений Ми-5 следует, что дядя Арнольда, Оскар Деич, дважды пытался взять родственника на работу в качестве психолога с годовым жалованием в 250 фунтов, примерно 17 500 фунтов в пересчете на нынешние цены. Это просто ревность, как Ми-5 упустила советского шпиона, не поверив его жене. Разведчик Ким Филби, путь от Кембриджа до Москвы. В письме в Министерство внутренних дел Британии в 1936 году Оскар указывал, что его племянник глубоко изучал психологию кинопроизводства и будет пытаться выявить причины популярности успешных фильмов. Но заявку Оскара Деича отвергли, поскольку на эту позицию можно было легко найти британского психолога. Из рассекреченных документов становится понятно, что владелец Содиона попал под подозрение уже после отъезда из Британии своего племянника шпиона, советского нелегала, завербовавшего кембриджскую пятерку, британским разведчиком раскрыл некий источник в Москве. После этого, судя по бумагам в районе 1940 года, Ми-5 пыталась понять, насколько в делах Арнольда был замешан Оскар Деич. В течение некоторого времени я подозревал Оскара Деича. Возможно, он сам не шпионил на советы, но он специально получал разрешение на пребывание в нашей стране лиц, которые вели эту, разведывательную, деятельность, независимо от того, знал Деич об этом или нет, говорится в рассекреченном донесении. Опросники в кинотеатрах. Продолжая разработку Оскара Деича, Ми-5 выяснила, что более чем в 200 кинотеатрах «Одион» собирали информацию об общественных настроениях. Управляющих кинотеатрами просили сообщать о том, как население справляется со страхами и напряжением ввиду угрозы начала войны с Германией, что люди думают о беженцах, и как обстановка в стране влияет на настроение и мироощущение детей. Эти опросы проводились по заказу Министерства информации, но вызвали подозрение у Ми-5. Контрразведчики пытались понять, от кого исходила инициатива о сборе этих данных, от Министерства или от владельца Одиона, Оскара Деича. «Если инициатива исходила от Деича, я бы стал еще более подозрительным в отношении него», – пишет офицер Ми-5. Но контрразведке не удалось обнаружить весомых доказательств того, что Оскар Деич сознательно и активно участвовал в делах племянника. А в 1941 году миллионер умер от рака в возрасте 48 лет. Судьба Арнольда Деича доподлинно неизвестна. В 1937 году он был срочно отозван в СССР, где чудом избежал расстрела во время сталинского большого террора. В 1942 году Деич пропал. По одной из версий, он был убит фашистами при попытке десантироваться в Австрию по заданию НКВД. По другой, Деич погиб по пути в Латинскую Америку, когда была затоплена советская подлодка «Донбасс». Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.